картошки для ужина я беру 650 граммов если кожура на ней не толстая не старая то можно не чистить картошку а просто разрезать пополам дальше я закипячу воду посолю ее и отправлю сюда порезанную картошку варится 3 минуты 3 минуты после закипания спустя положенное время я сливаю с картошки в воду немного подсолю ее немного поперчу черным молотым перцем буквально щепотка добавлю пол чайной ложки сухого молотого чеснока треть чайной ложки приправы хмели сунели и пол чайной ложки сухой молотой копченой паприки также налью пару столовых ложек растительного масла закрываю крышкой и все хорошенько потрушу вот так вот перемешаю прямо в кастрюле посмотрите красота выкладываю ароматную картошечку форму для запекания она почему-то пахнет копченой колбасой картошку как вы видите я выкладываю срезом вверх картошку отправляю запекаться в духовку при 190 градусов пока картошка выпекается займемся фаршем у меня его здесь 200 грамм фарш у меня домашний пока я прокручивала мясо то добавила сюда немного лука если у вас фарш готовый то потрите одну небольшую луковицу фарш посолю буквально чуть чуть поперчу маленькой щепоткой черного молотого перца добавлю небольшую щепотку сухого молотого чеснока треть чайной ложки молотой копченой паприки и щепотку хмели сунели в общем то я продублировала те же приправы которые добавляла картошки только уже в меньших количествах и еще я возьму 50 грамм твердого сыра и патру на мелкой терке сыр идет к фаршу и все это я хорошенько перемешиваю у меня получился такой вот достаточно плотный сырный фарш через 20 минут картошка подпеклась и хорошо прокалывается легко деревянной палочкой я ее вытащила из духовки теперь я фарш мысленно делю на 12 частей столько у меня половинок в картошке и делаю такие плоские лепешечки фарш очень податливый к рукам не липнет выкладываю сверху на картошку и снова отправляю блюдо выпекаться в духовку опять-таки при 190 градусах посмотрите какая красота у нас получилось еще через 12 минут пахнет просто волшебно и все это из картошки 200 грамм фарша и небольшого кусочка сыра если этот ленивый и достаточно экономный рецепт показался вам интересным подписывайтесь и нажимайте колокольчик чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты ставьте лайк пишите свое мнение в комментариях или хотя бы оставьте смайлик в комментариях желаю вам всего самого доброго прежде всего здоровья увидимся в следующем вкусном видео видео